Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. День добрый. Несмотря на то, что он самый короткий у нас в этом году, и вообще до Нового года стоит совсем немножечко, меня зовут Гоша Теплов. За режиссерским пультом у нас Родион Золотарев. И сегодня, как обычно, по понедельникам заглядываем в подсознание вместе с психиатром и психотерапевтом Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Здравствуйте. О чём сегодня? Что тревожит нашу общественность? Что интересует нашего радиослушателя? Куда, в какие области потаённые будем заглядывать в подсознание? Вот у него и спросите, Георгий, что его тревожит, радиослушателя. Я думаю, что тревожит всех годами и десятилетиями одно и то же примерно. Поводы меняются. И тема, о которой я хочу поговорить сегодня, тоже достаточно старая. Одним из, наверное, первым описавшим её был Зигмунд Фрейд. Он называл бегством в болезни. А позже появился термином, как «фторичная выгода» от болезней, от каких-то симптомов. Причём не обязательно от физических, но и от каких-то психологических симптомов тоже. Это звучит очень интересно. Если есть какая-то польза от болезни, вообще из болезни тоже можно весь извлекать? От самых разных состояний есть польза на самом деле. Кстати, Фрейд говорит, что кто-то ещё из его предшественников написал пользу невротического симптома. Знаете, я вам самую простую детскую иллюстрацию. Вспомню мультфильм о Карлсоне, где Карлсон говорит малышу, я сейчас буду болеть, я буду лежать в кровати, а ты будешь, как родная мама, ухаживать за мной, приносить в ней варенье и печенье. Да. Отлично. И, в общем-то, это не совсем топ, потому что Карлсон здесь откровенно симулирует. Но для нас, когда мы говорим о «фторичной выгоде», я говорю, не о симуляциях. Мы человек, который искренне, вполне всерьёз страдает. Без осознанной цели вызвать некое сочувствие. То есть, эти вторичные выгоды должны быть и первичные, естественно. Что такое первичные выгоды от болезни? Вот, допустим, ребёнок, который живёт в крайне конфликтной ситуации, где родители между собой скандалят постоянно, он от этого страдает, ему мучительно наблюдать, надо как-то прервать. В какой-то момент у ребёнка возникает какой-нибудь чистый физический, соматический симптом, например, приступ бронхиальной астмы. Или возникают сильные боли в животе, или ещё что-то, или начинает тошнить, или начинается понос, неважно. Это первичная выгода, потому что этот момент для того, чтобы родители, наконец, прекратили ссориться и обратили внимание на него, появляется некий новый симптом. Неважно, астматический приступ или физические боли и так далее. Но, когда эти симптомы начинают повторяться, это уже вторичная выгода. То есть вторичная выгода, когда новых симптомов не появляется, есть старые, но они укореняются, они становятся всё глубже, и проявление становится всё чаще. То есть в этот момент болезнь становится источником вторичной выгоды. С помощью болезни, соответственно, бессознательно происходит, как мы понимаем, начало бы было бы симуляции, и с помощью болезни человек начинает привлекать к себе внимание и получать некие результаты от этого. Это касается, мы взяли пример с ребёнка, но на самом деле это распространяется и на взрослых людей. У вторичных выгод есть множество точек приложения. Во-первых, у всякой болезни есть смысл, и есть некая потребность в данном симптоме на сегодняшний, он решил для тебя какую-то проблему. Ну, например, человек живёт в некой психотравмирующей ситуации. Допустим, у него в какой-то момент это конфликты в семье. Может быть, взрослый человек, который вдруг начинает от конфликтов подниматься давление и болеть голова. И в какой-то момент этот аргумент становится решающим для него и для окружающих, чтобы окружающие начали беречь его здоровье. И тут у меня масса симптомов, примеров из практики. Ситуацию я встречал неоднократно в разных семьях. Допустим, есть некая мама уже в годах, и у неё есть дочь, которую мама пытается контролировать, распекать, отчитывать за что-то, указывать, какие надо жить, постоянно звонить и так далее, и так далее. И дочка говорит, что я не могу с мамой спорить. Если я спорю, маме становится плохо. Мама поднимается в давление, мама укладывается в постель. Если мама умрёт, я буду виноват. И это не то, чтобы мама симулировала. Манипулирует. Такое тоже ведь часто случается, когда женщина начинает симулировать, и в результате похоже на манипуляцию. Случается. Но здесь, я думаю, речь идёт не о симуляции. Я думаю, что у мамы очень прочно закрепившийся стереотип. Когда мне становится плохо, я получаю то, что я хочу. То есть, как только мне становится плохо, у дочки появляется чувство вины, и она ни в коем случае не будет меня тревожить, она ни в коем случае не будет мне перечить. Она поступит так, как я от неё ожидаю. Что печально, в этой ситуации нет счастливых людей. То есть, мама для того, чтобы получать то, что она хочет, должна страдать. Действительно поднимается давление, действительно очень болит голова. Она может даже вызывать скорую. Скорую, скорее всего, помимо препаратов для снятия давления, скорее всего, что-нибудь успокаивающее. Но это тот самый закрепившийся симптом. То есть, когда-то у нас впервые была такая реакция, а теперь она не обогащается новыми симптомами, но этого вполне достаточно того, чтобы маму слушались и дочка, и папа, да и внуки тоже. Что даёт людям этот механизм? Возможность то ли отсутствовать, то ли бессознательно манипулировать окружающим. Этой манипуляцией дорого стоит самому человеку. Потому что представить себе жизнь женщины, которой, как только что-то не понесется, плохо, это достаточно грустная жизнь. Казалось бы, вроде бы выгоды. Мы говорили только что о вторичной выгоде. То есть, нужно было бы как-то позитивно пытаться воспринять этот момент. Но люди, которые начинают этим пользоваться, у них входят уже практически в хронические какие-то проявления. Конечно. Это абсолютно искренне. Более того, одна из функций ухода от проблем, одна из функций вторичной выгоды – это уход от проблем, которые теперь не надо решать. Не надо принимать какие-то важные и серьёзные решения. Ну, допустим, у меня когда-то была пациентка много лет назад, у которой был страх выходить из дома. Начались панические страхи, ей становилось плохо, она боялась одна оставаться дома. Звонок? Да, у нас есть звоночек. Давайте послушаем, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Может, кто-то поделится своим опытом или своей историей. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Пропал звоночек. Всегда у нас связь работает как нужно. Ну, ничего. Давайте напомним телефону прямого эвира. 6721-2939. У нас их два телефона. Второй. 6721-3939. Всё-таки кто-то пытается до нас дозвониться. Здравствуйте. Давайте сейчас попробуем. Добрый вечер. Здравствуйте, Лариса. А скажите, если на этого человека, который манипулирует своими родственниками, не перестанут обращать внимание, у него это может пройти или всё-таки надо уже обращаться к психиатру? Спасибо. Да. Вот, кстати, очень хороший вопрос. Если у человека это выходит уже практически в состояние такой перманентной манипуляции, что тогда? Я думаю, что на самом деле в большинстве случаев, если человек перестаёт получать ту самую выгоду, если он не получает желаемый результат, то эти симптомы постепенно или перестанут появляться вообще, или станут намного слабее. Как только выяснится, что от головных болей и подъёма давления все вокруг не начинают немедленно угождать и поступать своими интересами, я думаю, эти приступы давления или исчезнут, или станут намного слабее, они не будут носить столь драматичный характер. В конце концов, все мы, когда поволнулись, у нас поднимается давление. Нормально. Это физиологичная реакция. Но ещё раз ещё подчеркну, это не симуляция. В данной ситуации мама, укладываясь в постель, не посматривает хитро из-под идеала на окружающих, думая, когда же всё это имеет результат. Это совершенно искреннее страдание и искреннее, может, не гипертрофированное, но тем не менее человек искренне чувствует себя больным. Так вот, дама, которая годами не выходила из-за, вообще не могла оставаться одна. У неё были достаточно сложные отношения с родителями, поэтому с ней обязательно должен был находиться или муж, или родители. Муж всё-таки вынужден был работать, он периодически куда-то должен был уходить на работу, тогда должны были приехать родители, мама с папой, сидеть с ней. И вот тогда-то она, в общем-то, она понимала, что получает от родителей всё то внимание и бережное отношение к её перепадам на страницу, к её переживаниям, которого не хватало когда-то. Кроме того, по каким-то причинам муж должен был всегда быть... Она не могла выйти из дома, может, везде её сопровождать. Было интересно, когда мы с ней поработали, панические приступы исчезли, но она продолжала выходить из дома исключительно с мужем. И когда я спросил её, а зачем, если уже страха нет, почему вы не можете ходить одна? Она ответила, ну если я всюду смогу ходить одна, а зачем мне муж тогда? То есть это что-то намекающее на то, что есть некие проблемы в семье, которые нануждались в решении, но вот та самая вторичная выгода позволяет решения не принимать и даже о них не задумываться. Так вот, появление неких симптомов, одно из преимуществ, одно из тех самых выгод – это то, что человек получает возможность не принимать решения. Просто не принимать решения, которые от него в данном случае каким-то образом требуются и ожидаются. Это может быть решение по работе. Это может быть человек, которому вполне возможно давно хочется сменить работу на более высокооплачиваемую, но это риски. Ты вот подаёшь заявление на работу, тебе могут отказать. А вдруг меня примут, но потом сочтут, что я недостаточно хорош, и тогда меня уволят. Или возникнут ещё какие-то дурки, мне придётся намного больше работать, брать на себя огромный ответ, который я не готов. И в данной ситуации появляются некие симптомы, и они могут быть самыми разными. Это не обязательно астма или давление. Это могут быть сильные приступы паники. Это могут быть навязчивые мысли, навязчивые страхи. Это может быть очень высокий уровень тревожности, бессонность, то есть имея этим симптомом легион. Мы можем, наше тело способно дать всё, что угодно для того, чтобы дать нам ту самую возможность избежать неприятного решения или каких-то вызовов. Давайте послушаем ещё один, только что сорвался звонок. Ну, понятно. Хорошо ли это или плохо? Я не знаю, наверняка в конце нашей передачи всё-таки кто-то пытается дозвониться. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Два маленьких вопроса. Давай. Аплодс-первый. Это самый манипулятор, тем, кто манипулирует. Что-то изменится под одной крышей. Ну, это, допустим, мать и сына, мать и психолог. Смехолог, скажем, что делать? Если они не могут разъехаться. Вот и второй вопрос. Что делать, если, допустим, не у меня божатор, а, допустим, на работе, там, полки в банке, там, влезутся. Что делать в этом случае? Какой-то поток свой нервы, здоровье своё. Уходить это тоже не хочется, особенно сейчас, когда это террор наибирус, уходят. Что делать тогда? Подскажите, пожалуйста. Видите, манипулятор – это достаточно широкое понятие. Вторичные выгоды, только часть манипуляций, их намного больше. Когда живут двое под одной крышей. Всегда компромисс нужно искать. Наверное, компромисс. Но всё-таки, вот в той ситуации, которую я рассказывал, где дочка вынуждена была не жить своей жизнью, лишь бы мама, не дай бог, не начала страдать, не поднялась давления, пока дочка не начала всё-таки отстаивать себя. Они, правда, не жили под одной крышей, но регулярно виделись. Пока она не начала отстаивать своё право на отношения, на свободное время, своё право самой воспитать своих детей без указаний бабушки, право на просто собственную жизнь без постоянных отчётов до тех пор ничего не поменялось. Поэтому в тот момент, когда манипулируемый перестанет давать подкрепление, мне стало плохо – сработало. Если сработало, то в следующий раз тоже сработает. Это, в общем-то, на уровне даже бессознательного закрепляется. Поэтому здесь больше зависит от манипулирования, чем от манипулятора. Что касается работы, то о каких манипуляторах речь идёт, я не знаю. Там список манипуляций велик, возможно. Мне трудно вам давать советы. Но мне кажется, что когда вы ощущаете, что вами манипулируют, и вам от этого плохо, ну, в большинстве случаев состояние беспомощности, оно вымышленное. Здесь тоже требуются определённые решения. Да, и, возможно, страх перемен тоже может быть той самой вторичной выгодой. Если, не дай бог, я сейчас начну спорить, защищать себя и так далее, вдруг меня уволят, вдруг я, знаете, без куска хлеба и так далее. Вдруг станет маме ещё хуже, и что-то произойдёт. Поэтому здесь, наверное, всё-таки, если ощущается объект манипуляции, это в первую очередь имеет отношение к нему. Это он должен принимать решение, насколько он дальше позволяет собой манипулировать. Ну, праздный вопрос. Давайте послушаем ещё один звоночек. У нас как-то странно работает телефон. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к Риэлю. вопрос или даже просьба прокомментировать мой случай. Я когда-то очень давно был вашим клиентом. Алло. Да, я слышал вас. Да, да, да. Да, да. И ситуация была такая, что... Ну, я ощущал какую-то потерянность. Ну, вообще-то была депрессия. Депрессия, и уже оглядываясь назад, я как бы понимаю, что это не столько эндогенная депрессия, сколько, ну, вот, какие-то изъянки, тараканы в голове, да. То есть, с детства что-то такое и так далее и тому подобное. До этого я ходил там к психологам, тесты проходил, лечился в легких отделениях, но вот как-то, я не помню, кто мне посоветовал вас, и я к вам пришел. Вот на тот момент, как бы, ситуация была такая, что и не работы, и не денег и так далее и тому подобное. Вы меня выслушали, все это было хорошо, как бы, я прошел у вас три или четыре сеанса, вот, на протяжении этих сеансов вы мне предлагали только расслабление, то есть, совершенное, да, и как бы, при этом цена приема была немаленькая, но вы это объясняли тем, что, когда вы почувствуете себя лучше, вы станете работать, и у вас все будет хорошо, и вы, если одолжили денег у родных, вы их отдадите, и все будет нормально. Но на третий сеанс я вас спросил, как бы, а когда же начнется психотерапия, потому что речь шла именно о психотерапии, я чувствовал, что проблемы во мне, вот. Вот, на что вы мне ответили, а я не уверен, что вы к ней готовы. И после этого я к вам ходить перестал, потому что три сеанса я, как бы, платил за расслабление, которое я, как бы, знал и до этого, да, и все методики, аутотренинги, все остальное, но к вам я ходил за деньги. Я понял, что приходите ко мне, а в чем вопрос? Не маленькие. Нет, это не вопрос, это просто просьба прокомментировать этот случай. Вас, как специалиста, как психотерапевта. И как мне вести себя в случае, если мне вдруг понадобится помощь психотерапевта, ссылаясь на свой горький опыт когда-тошний? Хорошо, спасибо большое. Я понял. Честно говоря, я не помню ситуацию, чтобы я кому-нибудь сказал, что вы не готовы к психотерапии. Я думаю, что вообще общение – это уже и начало психотерапии. Нет, я не помню, психотерапия бывает начинается с сеанса релаксации, человек приходит напряженный, и его тревога стягивает его в узел. Я часто начинаю терапию с сеанса релаксации, это знают мои пациенты. Но мне трудно смотреть, я вас не помню, но я не помню ни одного человека, который сказал бы, что вы не готовы к психотерапии. Бывает, когда человек нуждается в силу психического состояния в медикаментозной терапии, неотложной или в госпитализации, и тогда я говорю, что он сейчас не до психотерапии. – Может быть, человек просто недостаточно расслаблен для того, чтобы действительно воспринимать терапию, какая она должна быть? – Я не знаю, как здесь оппонировать, потому что, если человек появился у меня, сказал, напомнилось, возможно, я бы вспомнил. Но, честно говоря, мне кажется, что эти воспоминания несколько искажат, потому что я не припоминаю, человек не готов. – Во время сеанса должен быть человек полностью спокойно расслаблен, но если у него какая-то есть проблема, наверняка ему сложно это сделать. – Нет, человек может быть, он спокойно расслаблен. – Приходит. Просто релаксация имеет некий вводный характер. Окей, если, уважаемые слушатели, у вас есть ко мне вопросы, наверное, у вас есть мой телефон, вы мне лично позвоните, напомните мне о себе, и мы с вами обсудим эту ситуацию. Но мне почему-то подскажет, как-то слегка искаженно рассказывать историю наших отношений. Давайте послушаем еще один звоночек. Алло. Ну, получилось. Паскай, давайте вернемся к нашему разговору. Что тут у нас? Как-то у нас, видимо, потому что самый короткий день, сегодня у нас что-то с телефонной связью, она работает самостоятельно. Тема разговора. Вторичная выгода болезни. Что еще дает нам вторичная выгода? Люди, вот как упомянутая женщина, которым очень не хватало любви и внимания, они будут предпринимать бессознательно все одно, чтобы получить. То есть, в чем ты можешь вполне серьезно заболеть. Кстати, та же самая депрессия, в ней тоже может быть вторичная выгода. Ну, например, есть такой... Я часто спрашиваю своих пациентов, в которых есть, допустим, навязчивые мысли, есть синдром навязчивости, мы о нем как-то обсессивно-компульсивно-растройство, мы как-нибудь еще поговорим, о нем периодически были в прошлых передачах. Я всегда спрашиваю, а если бы сейчас не было этих навязчивостей, если бы сейчас не было этой сильной тревоги, если бы не было проблем, допустим, с зависимостями, что бы тогда вас беспокоило, что бы вас волновало? Мы по ходу терапии всегда приходим к тому, что есть куда более серьезные вопросы. Вопросы отношений, вопросы осознания себя, вопросы отношений с близкими, в семье, с родителями, с супругом или с детьми, которые решать по-настоящему тяжело. И наши бессознательные видят той самой вторичной выгоды, подбрасывают, допустим, навязчивый страх загрязнения или заболевания. То есть, когда человек, допустим, за день десятки раз моет руки, или одна из частей обсессивно-компульсивного расстройства, это бесконечные ритуалы, которые надо исполнить, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Это некие навязчивые действия, которые надо совершать. И это занимает огромную часть времени, огромную часть эмоций и мыслей. Это все происходит. И, естественно, человек настолько во все это погружен, ему не до решения проблем отношений, проблем своего места в этом жизни и так далее. То есть, это дает ему прекрасную возможность избавиться от этих решений. И вот еще одна функция вторичной выгоды – это снятие из себя ответственности. И это может проявляться даже на работе. Ну, наверное, многие встречали, когда человек на работе попадает в какую-то тяжелую для себя ситуацию, он вдруг начинает болеть. И начинается больничный один с другим. Он сталкивается с какой-то проблемой на работе, у него возникает, неважно, страшная головная боль, или приступ паники, или приступ вроде бы сердечный и тому подобные вещи. То есть, вторичная выгода болезни – это снятие из тебя ответственности. На самом деле получается, что это никакая невыгода, потому что уходить от ответственности – это очень невыгодный процесс. Ничего не решить, уйдя от ответственности, невозможно решить проблему. Это с одной стороны. А с другой стороны, человек, который так поступает, ведет себя крайне эгоистично, потому что он таким образом привлекает внимание окружающего. Либо что-то в его окружении не в порядке – это отдельный вопрос. Надо как-то этим заниматься опять-таки ответственно. Еще раз, человек ведет себя искренне. Это не симуляция. Человек не говорит, я сейчас изображу приступ астмы и на этом основании уйду с работы. Это совсем другая история. Дело в том, что это эгоистично или нет. Здесь даже человека осуждать невозможно, потому что это практически бессознательный процесс. Как-то можно уходить от подобных вещей? Или надо бы это их использовать опять-таки с выгодой? Скорее всего, надо осознавать эти вещи. Ведь выгоды нет, выгоды нет, что называется, в долгом плане. То есть в будущем ты этого лишаешься. Или ясности в отношениях, или перспективы в работе, или еще в чем-то. Но на данном этапе это тебя отвлекает от важных решений. Тебя отвлекает от чувства одиночества, страха и тоски, и так далее. Поэтому, да, сиюминутная выгода у этого есть. Отдельная история, в общем-то, вторичная выгода, я бы сказал, может быть, заразной. Это чаще всего видно на людях с зависимостями. Вот, допустим, мы имеем дело с некой семьей, в которой кто-то из членов семьи страдает алкоголизмом. Усугубляет свое без того пошатнувшееся. Ну, страдает алкоголизмом, и его зависимость становится, делает созависимыми членов семьи. И это возникает бесконечная история. Человек пьет, его отлавливают, возят по врачам. Он вроде пытается лечить, он снова пьет. И его жизнь очень заполнена всем этим. То есть, как известно, любая зависит способ ухода от проблем. То, что для пьющего человека это уход от проблем, это понятно. Но интересно, когда у близких вся жизнь превращается в заботу об этом зависимом человеке. То есть, на самом деле, я тоже задаю вопрос. А если бы вы бесконечно не следили, выпил ваш муж или не выпил, не отслеживали, где он находится в данный момент, не следили бы, есть ли он алкоголь, нет алкоголя, не старались бы его уберечь, сообщить на работу, что он заболел и так далее, и так далее. Если бы вся ваша жизнь не превратилась в бесконечную борьбу с алкоголизмом вашего мужа, чем бы тогда она была наполнена. И иногда выясняется постепенно, что людям на самом-то деле куда проще заниматься зависимостью своего родственника, чем строить свою собственную жизнь. Получается, это всё от пустоты, ненаполненности человеческой сущности получается. Человек начинает уделять внимание каким-то незначимым вещам частным. Нет, 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 это не от пустоты. От пустоты это как будто тебе нечего делать. Нет. Я вообще мало знаю людей, у которых есть полная пустота. Обычно это псевдопустота, за которой что-то очень важное прячется. Что происходит, когда человек занят целиком проблемой своего близкого? Вроде это звучит очень благородно. Это самоотверженность. Самоотверженность я жертвую всеми своими интересами. Я пожертвовал тем, тем и тем. Ну, это, кстати, очень распространённая история, когда детям говорит мама, я не ушла от вашего отца, который пил и бил меня, только ради вас. Только для того, чтобы у вас была полная семья, чтобы у вас был папа. И понятно, что дети от этого, мягко говоря, счастливого детства не прожили. И понятно, что это было ответственностью этой женщины за свою жизнь, за жизнь своих детей. Но принять ответственность, это значит, я сейчас уйду, а вдруг я больше никого не найду, а кому я нужна с детьми, а вдруг он будет мне мстить и преследовать меня, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда наиболее достойным способом были в собственных глазах я жертвовал собой ради своих детей. Это и благородно, и страдание моё сражается осмысленно, потому что не эгоизм ради, а потому что спасаю. И это тоже, например, вторичная выгода. Вот в отношениях зависимой и созависимой вторичная выгода часто обоюдна. Потому что как зависимых от каких-то проблем, так и созависимой, чтобы решать по-настоящему какие-то важные экзистенциальные проблемы собственной жизни, тратить всю свою жизнь на заботу, оберегание, упреждение, лечение и так далее, и так далее. – Действительно, в жизни, в истории, в литературе встречается, да и в жизни действительно огромное количество моделей и отношений в семье, когда люди живут вот этими вот проблемами, решая проблемы таким вот образом, наполняют, получается, свою жизнь каким-то содержанием. Что мы можем с этой историей для себя подчеркнуть? Наверное, любому человеку, когда в жизни происходят какие-то повторяющиеся болезненные симптомы, то, что можно отнести к психосоматике, а иногда и не обязательно можно отнести, человек себе всегда может попытаться задать достаточно беспощадный вопрос. А есть ли во всём этом для меня какая-то выгода? Если бы не эта болезнь, если бы не эти симптомы, если бы не эти страдания, чем бы я тогда наполнял свою жизнь? От каких решений, от каких выборов меня это уберегает? Внимание и забота, которые я получаю к себе через свою болезнь? Уверен ли я, что я от своих близких получил бы то же самое, если бы не болел? И ещё множество подобных вопросов. Если на вопрос попытаться себе честно ответить, то иногда мы приходим к крайне любопытным выводам. Самое сложное – ответить себе самому честно на важные вопросы. Иногда не хватает. Главное, есть несколько другая иная крайность. Есть такая, я называю деревенская психосоматика, такие, как сонник. Горло болит – это у тебя обида, это ты высказать чего-то не можешь. Насморк – это ещё что-то. То есть, когда пытаются все симптомы трактовать как в сонниках. Этого тебе от этого, а это от этого. Это такое очень сильное и излишнее упрощение, с которым, конечно, жить не помогает. Я думаю, что чаще всего люди, конечно, натыкаются на мысли о вторичной выгоде, когда они уже приходят за помощью к психотерапевту или к психологу. Потому что это вообще для обычного человека очень новая концепция, что в страдании может быть выгода. Поэтому, когда люди начинают сами или с чьей-то помощью об этом задумываться, то это уже шаг к каким-то переменам. Это уже шаг к переменам. Я думаю, если, кстати, слушатели этой темы заинтересовались на тему вторичная выгода или уход в болезни и так далее, очень много интересных профессиональных и полупрофессиональных статей в интернете. Есть что почитать. Потому что по-настоящему выгода через страдание, она очень эфемерна, очень иллюзорна. Конечно, по большому счёту мы на это страдание тратим свою жизнь, чтобы получить иллюзию любви и заботы. Потому что любовь, которую нам отдают, и внимание, потому что мы болеем, это всё равно не совсем то, чего мы хотим. Это факт. Да, с этим трудно не согласиться. Да и вообще, нужно как-то действительно внимательно прислушиваться к своему подсознанию и пытаться наверняка оценивать это сознанием. Как-то должно в соотношении, в гармоничном происходить то и другое. Слушать сердце и всё-таки умом пытаться делать выводы. Прислушиваться к подсознанию сегодня не можем, потому что на то и подсознание, что мы его не слышим, не замечаем. Как раз на какие-то бессознательные вещи мы выходим в процессе терапии. Хотя есть наше сновидение, которое, опять же, хорошо толковать бы не по сонникам. Но это уже тема отдельная. А вот то, что подсказывает сердце, говорят народы, подсказывает сердцем чувство. Это и есть подсознание? Не совсем. Сердце – это очень такой орган, который мало кому-то что-то подсказывает. Мы часто говорим, что мы боимся что-то делать. Это мне интуиция подсказывает. Есть то же самое сердце подсказывает. Но зачастую это просто некое избегание. Не надо списывать на сердце. Наше бессознательное нам находит куда более… То есть вообще всегда мы уже узнать, что бессознательное стоит за нашими поступками, за нашими симптомами и так далее. Но это требует уже более профессионального подхода. Ну что ж, не знаю. Стоится пожелать нашему радиослушателю, чтобы действительно сознание, подсознание как-то уживались в нашем теле. И все у нас как-то получалось выходить на какой-то позитив. Говорят, что важно изменить отношение к ситуации. И тогда ситуация будет уже меняться благодаря пониманию, правильному пониманию своего отношения. Ну что, я так понимаю, что, да, наша передача подходит к завершению. Остается наверняка только попрощаться, пожелать всего самого доброго. До очередного понедельника, или в этом году мы уже с вами не встретимся. Я так понимаю, да, Новый год совсем скоро. До очередного понедельника, до очередной передачи. Спасибо, говорим нашему гостю. Всего доброго. Глазнику Мартову. Радиополтком, спасибо за режиссерским пультом. У нас Родион Золотарев. День в день.